здравствуйте ребята вот это денек у меня был в аэропорту за этот месяц скорее всего последний раз я сюда ездил две недели подряд я сюда ездил так получилось потому что человек один в отпуск ушел ну так я ему расскажу потом что во времен в отпуск ушел в общем обычно то все тихо и спокойно все хорошо обычно там никаких проблем все идет своим чередом но не сегодня сегодня день начался хорошо сегодня кстати я поехал сюда к пяти утра ну и должен был уехать в три часа но сейчас у нас время вот 4 с небольшим и вот я только-только хорошая кочка была и вот я только-только еду и вот может быть я домой приеду скоро значит день шел хорошо примерно до 10-15 все было нормально я там покушал сидел в машине слушал музыку слушал это немножко это радио русскоязычное по приколу послушать чё там говорят долго я их уже не услышал интересно что там происходит у них ну и вдруг после десяти в одиннадцатом часу звонят мне говорят приезжай в 5 терминал там что-то произошло одна из наших сотрудниц упала на полчетом споткнулась и в общем сидит на полу не может встать я думаю но все началось но она и началось приезжаю туда сидит она на полу вроде как нога у нее болит стать она не может там еще наши люди тоже собрались в общем там от аэропорта уже от администрации человек тоже подъехал ну рассказывает что было сидела она там у нас стойкой нашей которая за него все это то чем занимаются чем там они занимаются это они занимаются наземным транспортом для пассажиров я все рассказывал чё я делаю что я делаю на работе что они делают сидит она там и рассказывает прибежала большая крыса она ее испугалась побежала и там она какой-то провод споткнулась который там на полу и со всего размаху упал он на пол как-то боком в общем нога у него болит встать она не может плохо ей ну что мы вызвали скорую ну то есть мы вызвали порт-авторити полис то есть полицию порт-авторити так как это аэропорт ну и от них же приехала порт-авторити и скорая помощь порт-авторити амбуланс посмотрели ее там задавали ей вопросы как что произошло что болит где болит в общем привезли носилки подняли ее когда поднимали она не то что прямо сильно но от боли она в общем немного покричала в общем хреново ей было нога у нее что-то там вспухло даже что-то в общем там тоже человеку где-то по моему к 60 годам и ну в общем как бы сказать немного покалечила на себя этим что ли тем что вот она упала в общем забрали ее внутрь кареты скорой помощи карета же до скорой помощи по-русски вы называете в россии да я всегда называл машины скорой помощи но где-то во многих где-то каких-то новостных статьях я читал название каретах скорой помощи в общем забрали ее внутрь что-то там осмотрели посмотрели и решили вести ее вести ее в больницу а ближайшая больница это естественно что у нас джамейка хаспирал повезли я туда я ехал на нашей рабочей машине за скорой помощью кое-где даже немножко нарушил за ней прямо ехал у нас тоже мигалка есть правду желтая я ее включил но потом когда они там конкретно на красный свет проехали повернули налево с правой полосы объезжая стоящие на красном свете машины я уж там не стал это делать поэтому в общем я отстал понемногу то есть в общем у меня то право нет этого делать я там немножечко по обочинке за ними проехал тоже так мигалку включил но полиция бы это еще поняла но так за ними прямо на красный свет я не решился ехать в общем отстал от них конечно но я знаю где находится госпиталь пришлось найти там стоянку вокруг него в общем в обязанности начальства входит то что в общем я должен был находиться там в госпитале чтобы знать что там происходит что потом все это я должен был написать себе в отчете ну что я и сделал ушел я правда на час позже ну не бесплатно на час позже мне там за этот час там заплатят эти ерунду это ну ничего в общем ждали пока приедет ее муж когда ее муж приехал то тогда я уже уехал но правда это произошло только через там три с половиной часа пока я доехал обратно к нам в аэропорт да еще и пробки ехал по данных экспресс вы если кто знает из вас немножко в общем застрял но и доехал написал телу целую телегу там о том что как произошло там на две страницы описал это все потом заполнил как у нас положено incident report то есть отчет о произошедшем ну и все это значит пойдет пойдет куда-то там в папке куда-то в дела это все пойдет это все останется мне нужно было записать имя главного кто оформлял это все дело значит полицейского ну в общем то у них на груди же висят таблички с именем то есть я записал его первую букву его имени и фамилию и так же номер его значка полицейского это все у нас вот положено потом менеджменту это все сдать чтобы все это хранилось чтобы все это было ну зачем точно сложно объяснить но мало ли с них кто-то наверно будет спрашивать потом то есть я все это должен был отчитаться кто приехал как зовут какой номер значка что было во сколько точно это было и что было дальше то есть я все это должен был описать то есть у меня сегодня большой-большой отчет был за день мы за день супервайзеры пишем отчет каждый раз но он такой коротенький все нормально тут нормально там нормально везде все хорошо и до свидания там отчет на ну там пол странички там обычный быстренько и все иногда мы мухлево и вообще берем старый отчет и просто дату меняем и печатаем заново и все занимает полминуты делал даже меньше ну а сегодня сегодня я писал здоровый отчет с нуля но естественно на компьютере я это все писал не от руки конечно но кстати у нас есть некоторые люди которые все равно от руки пишут вот почему-то не дружат они с компьютером вернее вроде как с компьютером нормально но вот от руки пишут вот а их дело то есть но хотят писать пусть пишут правда они на это столько времени тратят блин написать напечатать все это на компьютере набрать гораздо быстрее чем от руки это все писать ну наверное мне может быть как бы дитю восьмидесятых так сказать ну а дети девяностых так вообще не все так писатели могут быстро вот на компьютере легче набрать или смс там какую-то написать вообще ништяк это все тот же мост разводной он все еще здесь стоит как вы помните с прошлых видео скоро построят новый ну я про мост уже рассказывал так что про мост мы не будем в общем сидел я в этом в этой больнице на несколько минут буквально заходил туда где она там еще очень много разных вы знаете зрелище вот этой вот emergency room как это называется то есть в общем отделение именно скорой помощи травматологии не из приятных в общем-то сказать впечатлений оттуда конечно но я там долго не находился и говорю буквально там три-четыре минуты я там был а в основном я сидел ждал уже у входа на улицу там выходил машину перепарку то есть ну в общем короче в основном конечно я там внутри не был да и очень не хотелось быть в общем как только муж этой женщины приехал так я оттуда и уже уехал естественно пришлось позвонить нашим большим начальникам у которых в субботу воскресенье конечно же выходной но в таких случаях они всегда говорят звони мне в любое время днем и ночью любые выходные потому что мне надо об этом знать на моем опыте личном вообще такое именно первый раз было что именно мне пришлось поехать с человеком в госпиталь так в основном на меня это не выпадала судьба на меня такое ну вот в этот раз так получилось так что время я провел с одной стороны весело с другой стороны не весело с третьей стороны скучно довольно таки ну а потом пришлось пришлось писать большой отчет ну что сказать в общем то можно сказать половину сегодняшнего времени я действительно что-то именно работал то что нужно было делать потому что в основном когда ничего не происходит так мы особо ничего и не делаем кайфуй это все что мы делаем отдыхаем о кто про мотоциклистов спрашивал что их не видно а вот ты мотоцикл странно что на этот раз один они обычно кучками группами ездят кстати там один какой-то клоун мне писал куча что-то кучка это типа деревенское слово но он естественно отдыхает нормальное в принципе слово главное пишет да ладно короче зачем вот клоун он и есть клоун клоуном там и место мы скоро с вами будем уже в районе Шипсет Бэй это вот новая часть половина моста нового в эту сторону построили это еще один мост который тоже заменяют и вот это уже его половина и вот сразу направо здесь дорога временная ведет потому что левая часть моста строится еще достраивается в противоположную сторону движения пока по старому двигается в общем то так же будет наверное и на том предыдущем мосту где он разводной ну вы знаете так что двигаемся с вами дальше погодка у нас офигительная температура была 95 фаренгейта я смотрел в машине было написано но это наверное немножко нагрелось на солнце сейчас вот показывает 89 но влажность там очень близкая к 100 процентам поэтому на улице очень липко и в общем то очень так влажно себя чувствуешь когда идешь по улице я конечно люблю жару и жара это лучше чем холод но это немножечко даже как-то наверное слишком вот здесь асфальтик решили поменять новый асфальт уже положили разметку еще пока не успели нанести ну наверное когда в следующий раз я здесь буду проезжать уже все будет с разметочкой все будет так как будто ничего не было правда не знаю когда я в следующий раз буду здесь ехать так как планов на ближайшие недели никаких нет я там им не нужен и что хорошо потому что они мне на самом деле пока тоже не нужны поездил чуть-чуть и хватит у меня есть основная работа с понедельника по пятницу ну а тут тоже слишком часто я быть не хочу для меня в принципе идеально а вот здесь еще не успели положить на этой полосе асфальт для меня идеально раз в месяц ну максимум два ну лучше раз в месяц одного хватит на самом деле ну вот и район Шипсидбей слева буквально через один маленький квартальчик уже залив и там же пристани корабли стоят вы все это на карте можете посмотреть справа обычные жилые дома это просто жилые районы здесь ничего особенного интересного нет в основном шестиэтажные жилые дома построены где-то лет восемьдесят а то и девяносто назад но они все в нормальном вроде бы состоянии все прилично правда вот здесь вот сначала первые первая полоса идет одна двухэтажных домов в основном двухэтажных домов а вот дальше за ними уже стоят многоквартирные дома которые здесь эмигранты забывающие русский язык называют билдингами вот на самом деле конечно по-русски это называется многоквартирный дом вот еще один слева строится причем интересно слева на этом месте где вот сейчас строится многоквартирный дом здесь очень очень долго был такой дайнер ресторан такой ну называется дайнер то есть его как бы он как бы ресторан но то есть он такого невысокого класса ресторан но туда очень много русскоязычных всегда ходило ну и работали там официантами тоже молодые люди из бывшего советского союза с разных республик бывшего советского союза русскоязычные в общем часто ну и я думаю скорее всего там половина из них если не большая часть они работали нелегально то есть на наличные без налогов ну и чаевые конечно помогали им жить то есть зарплата то там скорее всего если была какая-то официальная то там 2-3 доллара в час и не не думайте что минимальная зарплата которая сейчас в Нью-Йорке я не помню сколько 8 в час 9 час я не помню загуглите посмотрите кому интересно в Нью-Джерси по-моему 8.75 или 8.55 но в ресторанах ресторан это такое отдельное предприятие в котором всегда есть чаевые и так как по закону вообще-то вы должны указывать в налоговой декларации о своих доходах все чаевые то есть поэтому там официально все равно могут платить меньше то есть если зарплата официальная то в таких ресторанах если вы действительно на чек работаете законно в таких ресторанах часто бывает что платят минимум за день допустим ты работаешь 10 часов если минимальная зарплата округлена скажем 8 долларов в час то тебе 80 долларов вроде как все равно заплатят но есть есть очень много разных схем и если ты набираешь если ты не набираешь чаевыми 80 долларов то тебе доплатят чтобы было 80 долларов а если ты набираешь больше то все что ты набрал это твое но я говорю системы разные просто я знаю конкретно конкретно человек работал вот именно по такой системе в ресторане а так вообще системы разные ну а если вы работаете нелегально то соответственно там может быть все что угодно есть даже такие рестораны которые зарплату не платят вообще ну естественно это мелкие дешевые какие-то с хозяином конечно же может быть скажем так не очень хорошим человеком но есть в общем рестораны где не платят зарплату вообще а вы только зарабатываете чаевые вот все что чаевые заработали это ваше это вы забираете домой за день а если если чаевых мало то это ваши проблемы но это все что касается незаконной занятости конечно же вот слева был дайнер тоже сейчас блестящий вот по типу такого был тот дайнер как бы немножко не дотягивает он до слова дайнер и вообще понятие дайнер оно немножко не дотягивает до понятия ресторан хотя там все как в ресторане единственное часто чем отличается дайнер от обычных ресторанов это в том что когда тебе приносят счет на стол ты не даешь кредитную карту официанту там который идет там снимает деньги ну или не оставляешь наличными на столе почему то в дайнерах вот так вот давно видимо занялось во всех дайнерах принято идти к выходу там на кассу и там уже на кассе ты сам платишь вот этим вот резко отличаются дайнер от обычного ресторана нормального то есть ты всегда платишь на кассе неважно наличными или кредитной карты если хочешь оставить если хочешь оставить чаевые то ты их оставляешь на столе либо ты можешь там в кредитной карте приписать чаевые и это уже будет на кассе у входа то есть официант он потом в конце дня все что с кредитных карт пооставляли он тоже получит это все но вот такая вот интересная система только в дайнерах такой в ресторане все конечно же как положено то есть вы даете официанту деньги либо в кредитную карту с кредитной карты кстати оставлять чаевые очень довольно таки удобно но бывают еще хозяева конечно ресторанов которые иногда часть этих чаевых забирают себе а некоторые вообще бывают себе забирают есть и такие рестораны в основном это ну а что скрывать в основном это писатые евреи которые задерживают свои рестораны вот у них бывает вот такая вот система чаевые оставляешь с кредитки все значит это чаевые фактически ты не пол твой официант не получил он поэтому когда если я бываю в каких-то таких более дешевых как бы ресторана забегаловках то я стараюсь дать официанту в руки именно чаевые в руки наличными просто потому что я знаю людей которые работали официантами я сам не работал ни разу официантом но у меня есть знакомые которые работали официантами и поэтому они мне все это рассказывали как где система работает как где люди выживают это всё Многие же начинают с каких-то работ в том числе и официантом где-то подрабатывать начинают ну студенты часто работают Ну, меня судьба отгородила от этого, но если бы пришлось, я бы, наверное, тоже пошел работать, ну, в начале, когда мы только приехали сюда, в страну. То есть, ну, в принципе, в этом ничего зазорного нет. Начать с чего-то, чтобы хоть как-то начать зарабатывать какие-то деньги, чтобы жить. Ничего там стыдного я не вижу. Это вот, кстати, почему-то у многих моих знакомых, там, из бывшего Советского Союза, значит, фу, если ты официантом, там, где-то работаешь или уборщиком, то это все, типа, ты лох полный. Ну, понимаете, в этой стране не относятся так к людям. Действительно, есть понятие, все профессии нужны, все профессии важны, и все люди достойны уважения. Что бы они ни делали. Знаете, я, в общем-то, отношусь к людям так же. Пусть лучший человек будет уборщиком, пусть, может быть, там, полы моет или, там, туалеты, но это лучше, чем он пойдет вам в черных районах воровать там. Понимаете? Поэтому любой человек, который выполняет какую-либо работу, я считаю, достойен уважения. А вот это вот отношение пренебрежительное такое есть вот у людей, да, у некоторых такое вот, как бы, к таким профессиям. Ну, что сказать? Вы никогда не знаете, что с вами может произойти в жизни, и, может быть, те, вот, те люди, которые, там, смотрят свысока, там, на других, да, они могут сами оказаться в подобной ситуации, что им придется чем-то зарабатывать, чтобы вообще прокормить себя. Мало ли что бывает. Поэтому смеяться или как-то вот так свысока смотреть на кого-то, ну, я считаю, это, в общем, люди сами свиньи, кто себя так ведет. Поэтому, в общем-то, я всегда, ну, во всяком случае, лично я, там, никогда не грубил официантом, там, в ресторане, там, или еще чего. Ну, между прочим, официанту, если вы в ресторане нагрубите, то, вы же не знаете, он вам может плюнуть в вашу еду, перед тем, как принести вам. Ну, если, конечно, это вы нагрубили перед тем, как он принес вам ваши тарелки. А так, конечно, всякое бывает. О, воду, ну, блин, воду разлили. Машину-то я мыл недавно, дождем ее не испачкало. А вот такой фигней, конечно, немножко испачкает. Но ничего страшного. О, какой хороший сегодня вид. Хоть и дымка немножко, какой-то чуть-чуть там есть, но все-таки хорошо видно по сторонам. Вам, наверное, не так хорошо видно в камеру, потому что камера фокусируется на мост, а все, что по сторонам, оно светлее, и оно, наверное, сильно светлое по сторонам, поэтому оно не очень фокусируется. Давайте я попробую вот так повернуть камеру, или вот хотя бы вот так. Может быть, в ней Манхэттен видно. Я не могу там посмотреть, что там в экране видно. Но, может быть, кому-то будет приятно вот посмотреть на Нью-Йоркский залив. Там вдалеке где-то статуя свободы виднеется. Я ее даже не вижу отсюда. Она мне что-то закрывает, и я, опять же, не могу смотреть вбок. Полсекунды там, может, я повернулся, это максимум. Что вот так вот выглядит у нас залив. Я надеюсь, камеру повернул так, что она там полэкрана стойка не занимает, а стойка в этой машине толстая, боковая. Передние вот эти стойки, они очень толстые в этой машине. Это, кстати, один из минусов тоже этой модели. За этой стойкой, мне кажется, можно не увидеть пешехода. Причем не только за этой стойкой, и плюс за этим большим зеркалом. Кстати, зеркало хорошее, большое, но вместе с стойкой и большое зеркало, они, по-моему, создают довольно-таки немаленькую слепую зону. Что, конечно, не есть хорошо. Но надо осторожно ездить, все будет нормально. Ну что, дорога какая-то узкая. Сейчас мы повернем камеру на место. Вот как-то так, наверное, да, я как-то прямо ее поставил. Вот что-то типа того. В прошлый раз я ехал на Хонде. Сейчас я еду на джипе. Как вы понимаете, ну, те, кто давно смотрит, вы уже знаете, как отличить джип от Хонды. Вы же видите вот это вот отражение снизу в стекле. Отражение вот этих вот решеточек. Что, кстати, тоже один из минусов этой машины. Потому что зачем они сделали вот эти дурацкие решеточки там внизу? Они практически при любой погоде там отражаются. Ну, в темноте, наверное, не отражаются. Но вот когда солнце сейчас на них светит, вот они полностью отражаются в стекле. Они абсолютно не мешают, но вид немножечко как бы портит. Не сильно портит. Ну, как-то вот могло бы их и не быть. Скажем так. Так, чуть я разогнался. Надо немножко поумерить пыл. Так, где-то вот так. Да, 59 миль в час. Как раз нормально. Здесь ограничение 50. Как вы знаете, за 59 мне ничего не сделают. Во всяком случае, в большинстве абсолютном случае. Ну, что ж, мы с вами снова в Стейтен-Айленде. Мы с вами снова на... Мы с вами снова едем по Стейтен-Айленд-Экспресс-вэй. По немного вот здесь вот не очень хорошему дорожному покрытию. Надо запомнить и по центральной полосе здесь не ехать больше. Оно, кстати, довольно мягко было все равно. То есть подвеска все это схавала нормально. Ну, все равно ж приятного мало. Мне вот этот вот дом нравится впереди. Прикольный. По-моему, это дом престарелых. Ну, или какой-то там, по-моему, где-то написано Синьер Хаузинг, что-то такое. Он на горе построен. И сам дом тоже такой лесенкой, как гора. Там у него в задней части нету продолжения вот этих первых этажей. Потому что там скалистая гора. А сверху, то есть получается, в общем, как этажи дома сдвинуты немножко назад. По горе. Нормально так. Очень даже прикольно. Просто смотрится хорошо. Так, круиз-контроль меня разгоняет. А то я вот за этой Nissan-центра что-то немного притормозил. Как-то он медленно едет. Ну, там я смотрю, дедуля едет за рулем. Едет, безопасно едет. И хорошо. Хорошо, что едет. Ну, может быть, кто-нибудь верующий сказал бы еще, слава богу. Хотя я не люблю этого выражения. И, конечно, стараюсь его избегать. Хотя оно в язык русский вошло, конечно, так хорошо, что иногда и у меня тоже проскакивает. А вот у этой BMW X6 номер. На номере у него написано Guaranto. 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 Может быть, это имя его такое. А может быть, фамилия. Кто его знает. В общем, решил он всех сделать по правой полосе, я смотрю. А может быть, он просто на съезд выходит. Впереди он едет такой же Jeep Compass. С временным нью-джерсийским бумажным таким ламинировым номером. Значит, этот Jeep купили недавно, либо в конце июля, либо вообще, может быть, в августе. Скорее всего, даже в августе. А вон справа еще один Jeep Compass едет. Что-то их много развелось в последнее время. Ну, походу, они объявили вот эту вот компанию. Снизили цену, видимо, на лизинг. Или, может быть, и на продажу тоже они дают хорошую скидку. Я не знаю. Покупкой этой фигни я не интересовался. Потому что такую машину покупать я бы не стал, конечно же. В лизинг-то нормально. А вот покупать как-то сомнительно насчет ее надежности после, там, трех лет эксплуатации. После того, как гарантия закончится. Потому что это все-таки американская машина. Это просто Jeep корпорации, там, этой всей Chrysler. Fiat Chrysler теперь. Вот еще Toyota Camry едет справа тоже со временным номером. Но она явно куплена был. Хоть и временный номер. Значит, она у дилера куплена. Значит, она куплена у дилера, который продают, который продают бэушные машины. И да, здесь в Америке произносится Toyota Camry. А не Camry, как многие, наверное, из вас привыкли. Ну и я тоже так произношу. Потому что вокруг всегда так звучит. Все тут привыкли. Так что для меня это не Camry. Для меня это Camry. Но с другой стороны, вот сейчас я буду противоречить сам себе. Здесь многие тоже наши, значит, эмигранты очень любят называть машину, как в России BMW называют. Здесь они любят называть ее BMW. То есть на англоязычный манер. Ну, как-то, не знаю. Мне кажется, это все равно неправильно, так как по-русски это BMW называют. Хотя, с другой стороны же по-русски Camry, Camry называют Camry, Camry уши и там как еще. А мне вот привычно все-таки Camry говорить. А вот BMW я называю BMW. Вот такая вот противоположность у меня самого в моем же мышлении. Вот как хотите, так и понимаете. Я сам себя не понимаю. А ну и что? Так, Байон мост закрыт, но мы туда не едем, нам туда не надо. Байон мост это в сторону Андрея. Ну, вы знаете, Андрей, эмигрант видео. Так что, вот для него, кстати, конечно, это немножко хреново, если он сюда ездит. Я знаю, он раньше постоянно ездил в Стейтен-Айленд, ну, через Стейтен-Айленд, Бруклин. Сейчас он вроде перестал ездить, поэтому хорошо, что перестал. А раньше он часто ездил, а теперь этот мост Байон очень часто на выходных закрыт. Я, по-моему, уже рассказывал, а помните, было видео, как я нарвался сам на этот закрытый мост и потом ехал в объезд там, объезжал все через другой мост, через этот Гаттлс мост, который вот сейчас должен был быть прямо, если бы я не съехал вот сюда, вот вправо с этой дороги. Так вот, да, тот мост, Байонский мост, его поднимут, не знаю, на какую высоту, я не помню, уже я читал. В общем, его поднимут, чтобы под этим мостом могли проходить более крупные морские, более крупные грузовые суда. Ну, те самые контейнерные суда, которые мы наблюдали вблизи, в Сиэтле. Ну и чем я вообще занимаюсь по моей основной работе. Ну, хорошо, что не гружу сам, в порту не работаю, но, сами знаете, я же занимаюсь этим всем. Так что, мне это близко. Вот такие вот у нас события, такие вот у нас новости. На следующей неделе я пойду для моего друга, получу номера на его Hyundai Santa Fe, которая пока по документам моя, как я уже рассказывал. То есть, я поэтому на свое имя и номера получу, повесим, и он будет ездить. В среду мы едем сдавать наш трехлетний Volkswagen уже. Все, обратно к Volkswagen. Три года прошло, Volkswagen Passat, давай, до свидания. Как вы понимаете, лизинг-контракт закончился, машина нам далее уже не нужна, так как у нас уже другая машина. Мой друг эту машину себе покупать не захотел, потому что ему нужна машина для семьи побольше. Ну, так он захотел. Да и вы знаете, этот Volkswagen нет смысла покупать, выкупать, потому что цена, по которой я могу ее выкупить, она же уже прописана в контракте. Как вы знаете, внимательные зрители давно это уже знают, цена прописана 14 700 или 14 800, что-то в этом вроде. Впрочем, в общем, около 15. А если проверить каталожную стоимость с таким пробегом такой машины, 2013 года, Volkswagen Passat, ну, по Kelly Blue Book, KBB, то Kelly Blue Book выдает каталожную стоимость 13 500. То есть я могу такую же БУ машину купить, точно такую же, с точно таким же пробегом в 30 тысяч миль за 13 500. Так зачем же я тогда буду покупать эту машину на почти полторы тысячи больше, платить за нее. Единственный плюс в этой машине это то, что я на ней ездил. То есть я знаю, кто на ней ездил, я знаю, что с ней было, аж с ней ничего плохого не было. То есть на ней просто ездили нормально и все. То есть я, даже не я на ней ездил, в основном, а моя жена на ней ездила. Она вообще нормально, спокойно ездит. Она и не умеет агрессивно ездить, там, гонять или еще чего-то. Так что эту машину, конечно, можно брать, если надо БУ. Но вот по цене, вот почему он едет в левом ряду, вот кто мне объяснит. Если он сломался или чего, зачем он едет в левом ряду, непонятно. Ну, кстати, вы знаете, здесь есть люди, которые вообще не понимают предназначение левого и правого ряда, что как бы справа надо двигаться быстрее, а слева надо двигаться. То есть слева нужно двигаться быстрее, а справа нужно двигаться медленнее. Вот он сейчас что-то вообще замедлился, теперь он вообще всех там задерживает. Целый поток за ним уже пошел. Вот почему-то есть люди, которые не понимают этого. Это, конечно, не общее правило. То есть вот на этой дороге вроде такого правила нет, потому что когда есть, знаки висят. Все конкретно написано. Keep right, pass on the left. Но все равно как бы общее это правило, хотя бы даже неписанное правило, все равно же как бы существует. Хотя вот, я думаю, на этой дороге за это не должны оштрафовать. Но я говорю, он мог бы направо хотя бы съехать, чтобы не мешать. Но у некоторых людей просто нет этого понятия. Поэтому, ну что с них возьмешь? Ничего. Что мне там осталось? Ехать мне, я думаю, не более 10 минут. Наверное, я уже буду сворачиваться. Вот опять предупреждение висит об этом законе, что нужно объезжать остановившиеся на обочине машины с мигалками. Но я об этом уже говорил, об этом уже речь шла полностью. Не будем повторяться. Кстати, на видеокамере вот эти вот отражения решетки на лобовом стекле внизу, оно видно, оно как-то получается гораздо четче, видно, как-то совсем, можно даже сказать, мешает, чем на самом деле. На самом деле оно не настолько прям его заметно, а вот на камере хорошо заметно. Но это уже просто свойства цифровых фото, видеокамер. Это уже свойства просто всей этой цифровой техники, наверно. Хотя, не знаю, интересно, на аналоговой будет так или нет. В общем, ребятки, все у нас отлично. те, кто там кстати, кто-то там написал, что ну я ожидал в общем, конечно, такие комментарии, что там ой, фолькс, этот самый Hyundai Santa Fe с обычным этим двухлитровым движком, он не едет, ну как вот это обычно, вот эти вот российские, российские, так сказать, комментарии по этому поводу. Хочу я вам сказать, что этого Hyundai Santa Fe трех с половиной литровый движок и шесть цилиндров, и шесть. Так что все там прекрасно едет, и я поездил на ней, прежде, как, перед тем, как мы ее покупали, я давил в топку, вы знаете, она хорошо топит, так что все вот эти разговоры российские про не едет, это все фигня. Я до сих пор, ну я могу, конечно, понять, что, хотя ладно, я же этой темы уже касался, зачем опять об этом, зачем опять это обсуждать, это все уже было, ну о том, что здесь не нужно обгонять по встречке практически нигде, то есть мощность такая-то и не нужна, чтобы прям втопить, поэтому в общем здесь не важно, едет, не едет, поэтому для меня понятие не едет, это когда машина сломалась и она стоит, она ехать не может, вот это для меня означает не едет, а любая машина полностью функционирующая, она едет, ну что ж, вот и наш с вами съезд, мы уже еще буквально минута и мы с вами покинем Стейтен Айленд и приедем в славный штат Нью-Джерси где дешевый бензин по сравнению с этой стороной моста, где правда больше земельные налоги на собственность, но зато меньше налоги на доходы, меньше налог с продаж 7%, в Нью-Йорке эта цифра составляет 8, 75, по-моему, ну округленно 8,76, давайте скажем так, а, или 8,81, что-то я забыл, как, да, кажется 8,75 и еще там какие-то цифры еще даже есть, не только 2 после точки, так, ну ладно, мне как раз уже мой друг звани, так что все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok